Приведет ли убийство Исмаила Хании к масштабному конфликту между Ираном и Израилем, спросим у нашего гостя. К нам подключается Сергей Аусландер, израильский военный журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Аусландер, ну вот в последнее время мы знаем, что Израиль провел серию ликвидаций руководства своих военных противников, и это во многом изменило обстановку на Ближнем Востоке. Все-таки, как вы считаете, будет ли и дальше нарастать напряженность? Ну, это будет зависеть от того, как Иран отреагирует на эту ликвидацию, будет ли эта атака ограниченной, такой символической, скажем так, либо она будет всеобъемлющей с подключением различных иранских прокси, той же Хизбаллы, например. Хизбалла там от себя обещает свой ответ на ликвидацию Фуада Шукра, второго человека в этой террористической организации, ну, фактически военного командира Хизбаллы, подключаться, возможно, иранские прокси в Сирии и Иракии. Все это, конечно, говорит о том, что вероятность такого разрастания эскалации до неуправляемых масштабов вполне может произойти, поэтому, собственно, все тут к ней сейчас и готовятся, и Израиль, и американцы, и различные партнеры-союзники Израиля, и партнеры-союзники Ирана, в общем, все тут сейчас находятся в стадии подготовки. Но надо сказать, кстати, что сейчас вроде как иранская атака временно откладывается, потому что у них там начались какие-то чистки в спецслужбах совершенно повальные, ищут предателей, ищут того, кто подложил боку под кровать хани, поэтому вполне возможно, что вся эта история несколько отложится до тех пор, пока они, собственно, кого-то не найдут, либо не решат, что нашли. Ну, Тегеран в целом никогда не информирует никого о своих планах, просто учитывая все эти последние заявления, и МИД, и Ирана в том числе, многие как бы не исключают атаку с его стороны уже в ближайшие дни. Ну, я полагаю, иранцы сейчас ищут все же, будучи под впечатлением от этой ликвидации, проведенной в столице Ирана, на одном из самых охраняемых объектов в этой столице, это объект корпуса стражи исламской революции, Иран сейчас ищет формулу, как бы вот так ответить, чтобы сохранить лицо, но при этом не влезть в большую войну, которая еще не факт, что для него хорошо закончится. Они, конечно, в очень цветистых выражениях расписывают, как они тут уничтожат сионистское образование, как они нас называют, но и у сионистского образования тоже имеют какие-то возможности, и вот союзники тут тоже подключаются, вот американцы, в частности, собрали в Восточном Средиземноморье, и в Индийском океане, как бы с той стороны Аравийского полуострова, очень внушительные группировки своего плота, в частности, вот возле Аманского залива находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Теодор Рузвельт, и понятно, что она там находится не для отражения иранской атаки, иранская атака будет идти в другом направлении, вполне возможно, там для других задач находится, ударных, поэтому, по всей видимости, в Иране вот сейчас и размышляют над тем, параллельно там с поиском кротов, предателей и так далее, как бы им так вот ответить, чтобы получилось, как в апреле это было, то есть они нанесли удар, Израиль отбился, ответный удар Израиля был таким очень символическим, похожим на булавочный укол, и вроде как все остались при своих, но тут можно вот при своих не остаться, тем более, что в Иерусалиме говорят о том, что в этот раз, как в апреле, не будет, то есть ответ Израиля будет быстрый, мощный и совершенно непропорциональный, поэтому вот сейчас, видимо, в Тегеране и размышляют над тем, как бы тут вот нам так красиво это все дело обставить. Ну, мы знаем, что Израиль сейчас планомерно выбивает руководство сил ведущих против него, военная операция, вот как вы считаете, это может вообще привести именно к дезорганизации группировки Хамас? Ну вот, что касается Хамаса, ликвидация Хании, она носила, на мой взгляд, символический характер, потому что Хамас структура не вождивская, не как была в свое время Аль-Каида, которая со смертью Бен-Ладена сразу утратила, так сказать, свое значение там, и превратилась в одну из вот таких маргинальных террористических группировок. В Хамасе, как бы, есть политическое крыло, есть военное крыло, политическое крыло, это такой коллективный разум, где там есть несколько всяких деятелей, там десяток примерно, а живут они в Катаре, а военное крыло фактически находится в Газе, оно сейчас потерпело очень серьезный урон в результате операции израильской армии, но там руководит всем Синвар, руководили Синвар и Мохаммед Дев, Дев ликвидирован, вот был две недели тому назад, и, соответственно, остался Синвар. И между Синваром и политическим крылом Хамаса в Катаре есть серьезные противоречия во взглядах на дальнейшее развитие событий. И поэтому эта ликвидация, проведенная именно в Тегеране, опять же, вот обращу ваше внимание, что Израиль не взял на себя ответственность, эту ликвидацию приписывают Израилу, пока официально Иерусалим не заявлял о том, что это дело рук израильских спецслужб, но, тем не менее, учитывая место проведения этой ликвидации, а именно Тегеран, это был такой демонстрационный жест с целью показать возможности и удержать Иран от дальнейшей эскалации. Возможно, будет иметь обратный эффект, но есть такой термин эскалация для деэскалации, когда одна из сторон резко повышает ставки, и вторая сторона вынуждена либо повышать их в свою очередь, либо, наоборот, снижать градус эскалации, есть такая вот, ну, как бы, гасить пожар встречным пожаром, скажем так. Поэтому, в общем, посмотрим, но в целом на, как бы, положение дел в Хамасе это мало повлияет, на мой взгляд. При том, что, конечно, все его руководство находится в списках на ликвидацию, их ищут и их найдут рано или поздно, я в этом совершенно уверен. Но сейчас, что касается газа и вот политического крыла Хамаса, это совершенно разные, как бы, вселенные, я бы так сказать. Ливанская Хезбаллах также несколько дней назад заверила, что вот это убийство Хании, здесь, цитата, укрепит решимость группировки ее союзников на всех фронтах вести войну. Вот, возможно ли здесь перерастание конфликта между Израилем, Хезбаллах, в Ливане в полномасштабную войну? Все возможно, я бы только вместо термина убийства употребил бы ликвидация, а то от убийства чем-то таким криминальным веет. Ну, не суть, это уже не важно. Хезбалла, проблема же не в Хании, проблема в Фуаде-Шукре, который был ликвидирован прямо в Бейруте. И здесь вот это как раз совершенно другое, это как раз может сказаться на возможности группировки, не то, чтобы это прямо ее парализует, вовсе нет, но все-таки это был их главнокомандующий, это человек, который стоял у истоков создания как бы военного крыла Хезбаллы, это был главнокомандующий, это человек, которого десятки лет искали разные спецслужбы, включая американские, это он в 83-м году организовал взрыв в казармах морской пехоты в Бейруте, в американской морской пехоте, это погиб 241 моряк тогда, и за него была назначена там очень внушительная награда, 5 миллионов долларов. В общем, он такой был очень заслуженный террорист, и его ликвидация должна была, как мне представляет, с одной стороны ослабить возможности по управлению боевыми действиями Хезбаллы, а с другой стороны, это все тот же демонстрационный жест. Бейрут, район Дахия, опорная база Хезбаллы, да, вот с точностью до метра и секунды знаем, где кто находится. И если вы как бы не хотите, чтобы это все продолжалось, то есть снижайте градусы скала. И сейчас вопрос в том, как Хезбалла отреагирует, то ли она резко увеличит этот градус, и тогда уже это все может вылиться в большую войну с Ливаном, то ли она попытается вернуться к тем правилам, которые были до этой ликвидации. То есть такие приграничный обмен ударами, небольшое увеличение их радиуса периодически, снижение этого радиуса, Израиль в ответ наносит удары по Южному Ливану, и вот вся вот эта бодяга длится уже 10 месяцев, собственно. Может быть, вся эта ликвидация была как раз направлена на то, чтобы эту формулу сломать, потому что Израиль в таком режиме тоже долго воевать не может, и нужно уже было что-то с этим делать, что-то с этой точки зрения менять. А как ликвидация ХАНИИ может отразиться на переговорном процессе по урегулированию конфликтов в ГАЗе? Пока трудно сказать. Возможно, это сделает ХАМАС более уступчивым, но проблема заключается в том, что переговоры ведутся с политическим крылом ХАМАСа, через посредников, естественно, которые находятся в Катаре. Это, кстати, большой вопрос, почему борцы за свободу Палестины сидят в Катаре, в пятизвездочных гостиницах. Но это отдельная история. А принимает решение окончательное Синвар, который находится где-то в бункере под сектором ГАЗа. То ли под Хан Юносом, то ли под Рафехом, то ли вообще непонятно где. И вот этот вот момент, он очень сильно вносил такое противоречие в переговоры. Вроде с этими договорились, Синвар отказывает. Вроде как бы на какие-то уступки пошли, Синвар отказывает. Потому что в его руках заложники, в его руках в данном случае все козырь. И поэтому он там самостоятельно принимает решение. Между ним и политическим крылом ХАМАСа были очевидны такие серьезные противоречия. Потому что в политическом крыле считают, что надо как-то уже вроде как пойти на какую-то сделку, получить передышку. А Синвар пытается выторговать там для себя все новые и новые условия. И в общем, пока не очень понятно, куда эта вся история вырулит с точки зрения именно сделки по освобождению заложников. Последний вопрос, опять же, касательно заявлений Ирана. Все-таки, как вы считаете, может ли быть повтор событий тех, которые со стороны Тегерана, которые произошли несколько месяцев назад? Вы имеете в виду атаку 14 апреля? Да, ракеты и дроны. Ну, все как бы плюс-минус, я имею в виду, все, кроме Израиля, разумеется, надеются на то, что так оно и будет. Будет ограниченный удар, хотя его ограниченность довольно условная. Это была самая массированная ракетно-дроновая атака в истории вообще. Но Иран обещает, что это все будет намного мощнее и страшнее. Но опять же, нужно понимать, что это Ближний Восток, это риторика такая, всегда в очень таких цветистых выражениях. Тут тебе и врата ада, значит, и, я не знаю, там еще что-то такое. Вот все вот это красиво на фарсе очень звучит. Но как себя поведет Иран в данном случае, пока сложно сказать. Пишут разное. От того, что вот они, как я уже сказал, ищут формулу, как бы вот так поаккуратнее ударить, но чтобы при этом не ввязаться в какую-то жуткую разрушительную войну, которая для Ирана может иметь весьма печальные последствия, то ли вот уже воевать по полной программе и подключиться иранской армией, корпус стражи исламской революции, и все, значит, как их прокси по периметру. Поэтому пока вот очень сложно сказать, по какой формуле будет эта эскалация развиваться, но в Израиле уже все точки на дыр оставили и сказали, что если будет удар со стороны Ирана, то будет ответный удар по территории Ирана. Прямой акт войны, как бы тут вот, как бы сами понимаете, имеем право. Поэтому ждем. Сейчас остается только ждать и наблюдать. Спасибо. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Напомню, к нам подключался Сергей Аусландер, израильский военный журналист. До свидания. До свидания.